Эфир телеканала Катунь24 продолжит выпуск новостей. В студии вместе с вами я, Егор Матаев. Начинаем выпуск. Год назад в историческом центре Барнаула сгорела контора купца Морозова. Здание было объектом культурного наследия конца 20 века. В планах было его полностью восстановить. Оно являлось памятником деревянного зодчества. Что изменилось за год? Ответ на этот вопрос искала моя коллега Евгения Князева. Руины, огороженные железным забором, прошел год. А на месте сгоревшей конторы купца Морозова все по-прежнему. Пожар произошел 21 января 2018. Огонь уничтожил большую часть здания. Причина ЧП – короткое замыкание проводки. От фасада памятника практически ничего не осталось. Из-за того, что останки постройки несли опасность для окружающих, проходящих мимо людей, в мае 2018 их режима было снести, убрать. Но, по словам историков, памятник все-таки можно восстановить. Причем сохранившиеся замеры и документы конторы купца позволяют сделать это максимально идентично. Документов, в том числе и фотографических, и исторических, достаточно для того, чтобы можно было его воссоздать. Конечно, сейчас речь уже не будет идти о сохранении предметов охраны, потому что он является памятником культурного наследия. Там были предметы охраны, которые сейчас уничтожены. Поэтому все это, скорее всего, конечно, будет новоделом. Но, тем не менее, воссоздание нужно. Собственника обязали восстановить здание уже через год. Однако, как нам пояснил владелец конторы купца Морозова, даже при достаточном финансировании сделать это очень сложно. Поэтому сейчас дело практически не сдвинулось с мертвой точки. Комментировать на камеру или по телефону собственник конторы отказался. Историки смотрят на эту ситуацию со слезами на глазах и разводят руками. Средства нужно искать, объявлять, может быть, создавать какие-то фонды, искать, может, крамфандинговые платформы, фандрайзинговые. Но сейчас есть очень много способов привлечить инвестиции. Поэтому я думаю, что можно обратиться, конечно, и к городу, и краю. Может быть, включиться в какую-то программу. Когда ждать реставрации и ждать ли вообще вопрос, который за время простой руин памятника архитектуры, стал скорее риторическим. По словам историков, судьба зданий, нуждающихся в реставрации, одна из самых злободневных проблем города. Сегодня и историческое сообщество, и жители просто боятся, что не за горами преждевременная или полная утрата памятников архитектуры в городе. Евгения Князева, Анатолий Фукс, Новости. Больше 12 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на реализацию программы «Доступная среда». Деньги направили на организацию условия для обучения детей-инвалидов в одной школе, одной организации дополнительного образования и в десяти детских садах. Всего в 2018 году в регионе сформировались сети с 258 образовательных организаций, в которых создано специальное коррекционное реабилитационное и компьютерное оборудование. В текущем учебном году в школах Алтайского края обучается более 14,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 5% от общего количества школьников. Их образование ведется по нескольким направлениям. Обучение в отдельных краевых организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам. Индивидуальное обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и инклюзивно. Так, больше 60% детей указанной категории включены в систему инклюзивного образования. На базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната более 9 лет функционирует Центр дистанционного образования детей-инвалидов. В нем ежегодно получают образование около 180 ребят со всего региона. На время обучения им предоставляется адаптированный комплекс компьютерного оборудования, а также специализированное программное обеспечение и доступ к сети интернет. Напомним, данная работа проводится в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. И о спорте. К чемпионату по трофию-рейдам «Фантом Трофи» готовятся в Алтайском крае. Они пройдут в Тальвенском районе. Это соревнования по преодолению бездорожья. Это первый этап чемпионата. Мероприятие традиционное и проводится в 11 раз подряд. Участие примут спортсмены из Новосибирска, Бийска, Горника, Рубцовска, Томска, Берска и других городов Сибири. В этом году площадь трассы 1,5 на 1,5 километра. На этом квадрате будет расположена 41 точка. Главная задача экипажа – добраться до точки, зафиксировать на цифровой носителе, постараться показать минимальное время. На гонку отведено всего 4 часа. По итогу всего чемпионата будет обновлена сборная Алтайского края для участия в Кубке России по трофии-рейдам. Это были все новости к этому часу. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире.